Приветствую вас уважаемые читатели и зрители интернет-ресурсов Мегаобзор.ком Сегодня у нас обзор и тестирование монитора Yama ProLight XB2483HCU Это новинка на рынке, стоит он где-то в районе 9500 рублей И любопытно, но на этот монитор, хотя весьма он неинтересный До сих пор нет информации ни в российской сети, то есть ни Рунет, ни Боржунет Мы представляем первый подробный тест этого монитора и рады его вам представить В комплекте с этим монитором у нас поставляются кабель USB-порт То есть он нужен для подключения и активации портов на мониторе Есть у нас DI кабель, есть VGA кабель, есть, естественно, кабель питания И есть аудиокабель для активации колонок на данном мониторе Кстати, забегая вперёд, это один из первых мониторов, который у нас был на тесте Где компания Yama всё-таки изменила подход к формированию подставки И, наконец-то, у нас есть адекватная и серьёзная подставка А не тот шатающийся пластик, который был в прошлых моделях Собрать его достаточно несложно То есть у нас три винта на крышечке Я предлагаю это сделать, и подключим монитор, и приступим к тесту У нас монитор, и габариты составляют 566 на 387 и 200-300 мм Это монитор у нас в чёрном исполнении Здесь материал с покрытием soft-touch по рамкам Рамки достаточно тоненькие Снизу появилось подобие материала под металл То есть дизайн в этой модели также немножко компания Yama проработал То есть мониторы стали поинтереснее Здесь глянец, как можно заметить, следы пальцев остаются после использования Все кнопки разместились снизу На обратной стороне сейчас мы посмотрим, какие есть у нас порты Есть возможность изменения угла наклона Также монитор входит по ножке вверх-вниз, то есть можно изменять высоту и подбирать На обратной стороне у нас есть VEGA, DVI, HDMI Есть у нас также вход и выход для наушников Есть вход для системы питания На обратной стороне можно снять нашу крышечку, точнее ножку можно открутить И здесь у нас под ней VESO разъем 100 на 100 миллиметров Здесь механические кнопки, их у нас 6 штучек И давайте попробуем подключить Посмотрим на меню, что она дает нам Здесь есть индикатор, встречает нас надпись Yama Так, у нас система не нашла монитор Нам нужно будет подключить сначала внешний источник этого плода Используется TFT-A MVA матрица, как я уже говорил Она идет с LED-подсветкой Разрешение 1920х1080 пикселей Соотношение сторон 16 к 9 Монитор отлично подойдет для игр, для просмотра фильмов Картинка хорошая, сочная Шаг точки у нас по горизонтали 277 сотых миллиметра Яркость 250 Контрастность 3000 Динамическая контрастность 5 миллионов Время отклика заявлено 4 миллисекунды Область обзора 178 по горизонтали 178 по вертикали Весьма отлично Горизонтальная развертка от 30 до 80 килогерц Весьма отлично от 25 до 75 килогерц Доступны входы DVI, HDMI и VGA Есть выход на наушники, есть два USB порта Собственно вот такой у нас монитор Давайте перед тем как начать тестирование, выведем у нас менюшечка Менюшечка в достаточно скетичном дизайне Можно автоматически построить изображение, можно изменить у нас исказить изображение можно настроить usd этот дисплей можно выбрать язык то есть все у нас в плане настраивается также можно автоматическую настройку провести и давайте запустим пока тест я расскажу о данных которые мы сняли с помощью калибратора так ну вот изображение с геометрией здесь у нас 8-битная NBA матрица с диодной подсветочкой на основании чего можно предложить что цветовой будет у нас не превысит srgb охват то есть это особенность подобной матрицы заметно перекос в желто-зеленые и розово-фиолетовых областях за счет подобных двигателей наблюдается явный недостаток насыщенности зеленого бирюзового и синего оценка на данном мониторе итоговый результат соответствовал охвата составляют srgb 76 процентов adobe rgb rgb точнее 55 и 4 процента по яркости яркость белого поля 237 яркость черного поля 0 0 6 то есть идеально нуля конечно здесь не будет связано с LED подсветкой то что у нас имеется на контрастность реальная 3950 дамма 2 и 1 дельта 4 дельта максимальная картина достаточно интересная то есть для монитора за свою цену весьма хороший результат у него то есть проверим это прогоним по программке сбитых пикселей нет монитор можно рекомендовать как универсальное решение если необходим за 4 дельта нового монитора решение будет интересно стоимость весьма демократичная и конкурентно на фоне решение от конкурентов не так много мониторов на самом деле на этой матрице есть решение о dell есть несколько решений более подробной таблицей сравнения с другими мониторами на разных типах матрицы предлагаю оценить в комментариях к этой статье то есть там это все есть сейчас я попробую запущу фильм чтобы у нас не было проблем давайте я выберу ролик который мы сами записывали в рамках мероприятия то есть можно будет оценить примерно картинку но вот в плане игр действительно можно использовать как игровой монитор если не обращать внимание на лаги то есть если вы не киберспортсмен то думаю монитор будет интересен компания яма наконец-то изменила дизайн своих мониторов они стали более какие-то мониторы меньше у них стала пластика то есть изменилась в лучшую сторону подставочка то есть в этом плане есть действительно положительные сдвиги все-таки имеются надеюсь данный тест вам был полезен более подробно то есть в рамках видео к сожалению не могу многие вещи вам показать не могу привести данные которые мы сняли в ходе тестов в лаборатории все это есть у нас подробно по ссылке в описании а у нас вот такой получился монитор и яма xb2483hcu получает он награду серебро выбор редакции megaobzor.com ваше обговоры за внимание подписан наш канал перед чем много много интересного